Это анализ рынка 29 сентября 2022 года, время 7 часов 45 минут по московскому времени. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в плюсе, фьючерсы США в микро-минусе, нефть в микро-минусе. Фон на утром максимально нейтральный от индекса ММВБ, его фьючерсы жду сегодня роста, как минимум к уровню по фьючерсу 190 тысяч пунктов, по индексу 2020 пунктов. Индекс доллара продолжает свой процесс отката, то, о чем мы с вами ранее обсуждали. И, соответственно, по мере пробоя уровня ЕМА-9 подниманного графика, о чем я еще попозже более детально в качестве теханализа вам покажу в рамках данного видеоролика, чем индекс баксов будет ниже, тем сырьевые рынки будут выше. Тем будет выше даже вопреки Армагеддону и российский рынок, на который я делаю спекулятивную ставку. Перед началом данного видеоролика хотел бы презентовать телеграм-канал Start the History. Плюс 10 миллионов рублей прибыли и публичный портфель на 35 миллионов рублей. Самый большой канал инвесторов с численностью в 235-240 тысяч человек. Автор телеграм-канал торгов с 2009 года бесплатно делится своими сделками, заработал уже 175% в годовом эквиваленте за 2022 год. Его результат за лето 73% за июнь, 3,4% за июнь, 41% за август. Подписаться на данный телеграм-канал можете, кликнув на URL-ссылку в описании к данному видеоролику. Переходя на индекс ММВБ, здесь картина в принципе прежняя. Я предлагаю рассмотреть ММВБ и его фьючерс. Смотрите, фьюч вчера вечером, да и последний день торгуется в нитевидном накоплении. Я веду к тому, что в рамках девальвации доллара, в рамках того, что сентимент рынка в российском рынке, я это подчеркиваю, максимально желчный, максимально депрессивный и прочее в этом духе, то уж как минимум цели по фьючу на ММВБ в диапазоне, может быть, даже 200 пунктов мы еще потрогаем. Даже выше цели остались. В общем, по ММВБ картина следующая. Смотрите, есть нисходящий тренд. Мы сейчас находимся внизу этого нисходящего тренда. Как по дневному, так и по недельному графику формирую паттерн молот. Потенциальный молот, шип которого сразу отрабатываться не будет. Это первое. Второе. Турецкие СМИ, китайские, индийские СМИ говорят про потенциальное завершение СВО. Соответственно, я раньше говорил, еще раз скажу, что как только будет завершено СВО, рынок ободрится. То есть, рынок поймет, что все основные политриски уже завершены, аннулированы. И, соответственно, рынок будет в такой ситуации просто брать и расти. Третий важный фактор – это 30 сентября. Завтра будет заседание акционеров по вопросу дивидендов в Газпроме. Внимание. Если Газпром завтра объявляет дивиденды, акция вылетает выше 300 рублей за бумагу. Газпром имею в виду. Тем самым, индекс ММВБ идет штурмовать уровень Яма-9 2115 пунктов. И, по возможности, уже выходит на уровень 2250-2300 пунктов. Поэтому завтра я за Газпром буду более детально наблюдать. Я сразу скажу, что я не знаю, будут ли дивы, либо их не будет. Тут время покажет. Но в остальном я скажу следующее. Я готов буду проторговать это движение. В принципе, если удастся заработать на этом росте, спекулятивном росте процентов 20-30 за один день, я буду не против, поверьте. Потому что после выхода новостей о дивидендах, причем неважно в какое время, можно, пусть утром, пусть в обед, пусть вечером, хоть пусть на ночной торговой сессии, все равно можно будет в бумагу безопасно войти при позитивном новостном исходе. И жжик, ее отменно подторговать. Поэтому цели по ММВБ-индексу находятся выше текущих уровней. По фичу то же самое. По индексу РТС идем на опережение. С точки зрения недельного графика. Здесь пятерочку полностью обрисовали. Волновую коррекцию АБЦ. Все это у нас на мази. Соответственно, цели выше. Цель на передгэповую область. Диапазон 1105 и 105 пунктов. И дальнейшее закрытие гэпа на пробу Яма-9. 1140 пунктов. Я веду все к тому, что эти уровни будут отработаны. Поэтому РТС в данной ситуации это опережающий индикатор по отношению к широкому российскому рынку. Тем самым многие бумажки уже начали свой процесс роста. Вчера рублевые. И сегодня они его продолжат. В общем по РТС и по фичу на РТС думаю все понятно. Цели выше. Тут ведь важно понимать то, что крупный капитал банки российские. Они сейчас аккуратно торгуют на российском рынке. Вы прям запомните. Сейчас Армагеддон фатальный. Просто вообще страх конкретный. Но стоит только завтра еще раз Газпрому диво одобрить. Поверьте мне. Всем будет глубоко фиолетово на происходящее в мире. Всем будет глубоко фиолетово на политику. На все это подноготное. Все побегут куда? В рынок. Зарабатывать халявные бабки. И вот путем этого объемного денежного спроса. Будет цена на весь российский рынок расти. Поэтому завтра ключевой день. Я его ожидаю. И соответственно готов буду проторговать его полностью. Этот ключевой день. В общем. Пусть те кто боится. Боится дальше. А я параллельно торгую те или иные бумаги. Вот вчера получилось неплохо проторговать Юнипро. Взять с него несколько процентов. Ну примерно 3,5 процента прибыли. В принципе что неплохо. Как мне видится. Вот. Сейчас также у меня имеется полюс золота. А золото у нас между прочим. Также неплохо растет. И тем самым полюс на факторе его лютейшей перепродности. И лютейшей перепродности российского рынка. Также пойдет свой рост. Ну примерно к уровню 5,800-6,000. И там я был бы готов распродать. Зафиксировать там прибыль от 8 до 10 процентов на отскоке. НЛМК, Русал, АФК, МТС. Везде эти цели выше. И посмотрите. Перепродности тотальные. Армагеддон страх тотальный. И отвечая на вопрос. Можно ли шортить российский рынок сейчас? Господа. Если вы уверены в его обвале. Ради бога. Но. Учитывайте что. На всей текущей панике. Шортов в рынке тоже немало. Рынок перепродан. Это надо помнить. И соответственно. Те клоуны которые Армагеддонит. У меня к вам предложение. Зашортите рынок. Вы либо на рынке отвечаете налом. Либо аналом. Нормальный трейдер отвечает налом. Хамяк аналом. Все. Вопросы есть. Вопросов нет. За базар нужно отвечать баблом. Именно трейдеру. Я вот баблом сам отвечаю. Батя за свой базар отвечает. Далее. Валютный рынок. Рубль-доллар. Ну затрону пока просто рубль-доллар. И фьючерс на рубль-доллар. Потому что ликвидность там гигантская. Нежели чем в евро и в юане. Но смотрите. Яма-9. 58. Ну 59 рублей отработали. Этот уровень. А в чем прикол? Прикол в следующем. Что вчера вышел на подиум Минфин. И сказал что. Можем покупать валюту. Даже до конца 22 года. Я давно уже говорю. Что надо запускать процесс. Не просто интервенции словесных. А интервенции действенных. То есть покупайте валюту экспортеров. Покупайте валюту где только можете купить. Чтобы тем самым сориентировать спрос. На данные фиатные валютные бумажки. Чтобы в дальнейшем. Произвести процесс девалюации рубля. С целью на 80 рублей за доллар. То о чем государство говорит неоднократно. Поэтому среднесрочная цель все равно выше. Локальные цели на отскок. Яма-9. 58 рублей 50 копеек. По доллару. И по фичу на доллар тоже самое. Есть цель Яма-9. 59 тысяч 900 пунктов. Так что локально будем целиться вверх. Ну и среднесрочную соответственно тоже. Далее индекс S&P 500. И фичу на S&P. И на SDAQ. Смотрите. Здесь картина какая. Есть Яма-9. Которую мы подошли. Ценовая конъюнктура. Одна восьмая веерогана. 3 740 рублей. За... Ну, по-моему, 3 740 рублей. 3 740 пунктов по S&P. И вот смотрите. Чем будет ниже индекс бакса. Который вчера неплохо так смачно откатился на 2%. В рамках совпадения. Чем раньше он пробует уровень Яма-9 здесь. Тем сильнее будет расти и сырьево рынок. И крипта. И будет риск он. На рынке акций. Ну, то есть будет спрос на рискового актива. То есть рынок акций будет расти. И соответственно будет пробой и Яма-9. С выходом на 1 3. Черт, веерогана. 3 900-4 тысячи пунктов. Вот пока все армагеддонщики армагеддонят. Я вам скажу следующее. Что учитывайте. Давайте для начала фьючерс рассмотрим. По S&P. Вот. Цель 3090 пунктов. По NASDAQ фьючерс. Цель Яма-9 11340 пунктов. Учитывайте, что в индексе бакса уже заложены почти все ожидания по потенциальному ужесточению ключевой ставки. Смотрите. Буллард. Один из членовиков РС. Джером Пауэлл. Джанет Йеллен. Там какая-то другая мадам. Говорили следующую вещь по поводу ключевой ставки. Что 4,5% это планка. Выше нерентабельно поднимать ключевую ставку. Поняли, да, почему? Государственный долг трудно обеспечивать в такой ситуации. И в чем прикол? В том, что верхняя грань восходящего тренда достигнута. Это уже пятое движение в рамках пятой волны за последние 15 лет в этого восходящего тренда. Я еще раз напомню, что потом будем смачно падать. Цель будет 80 пунктов, 70 пунктов в том числе. И сырьевые рынки будут люто расти. Там драг металла, пром металла, крипта, рынок акций в том числе и прочее. Индекс бакс сейчас торгуется также на меньшем графике в диапазоне 80 с плюсом пункта. То есть и ФРС нам дает сигнал, что все, это планка, это потолок. И широкий рынок тоже к этому готовится. Поэтому моя инвестиционная ставка в данной ситуации только на рынок металлов. Ну и краем глаза также рассматриваю криптовалютные рынки. Но металлы в первую очередь. В первую очередь это металл. То, что можно потрогать, можно пощупать. Поэтому доллар, индекс бакс на своих больших, лютых сопротивлениях, этот диапазон вообще разворотный на самом деле, падать будем смачно. На недельном графике та же самая картина. Тут как минимум падать локально придется до уровня 110 пунктов Ямай 9. Вот на этом локальном падении у нас будут также расти сырьевые рынки, опять же акции и прочее в этом духе. На дневном графике ждем в ближайшее время проколы Ямай 9 вниз на 110 пунктов. Так что, господа, те, кто в акциях сидит, вообще не парьтесь. Я считаю, это противопоказано. Те, кто шортит рынок, шортите дальше. Я не против. Вы и будьте тем самым инициатором роста в дальнейшем. Далее, нефть марки Brent. Ранее я прогноз озвучивал здесь, 27 сентября позавчера, о том, что цель это Ямай 9. 88-89 пунктов и вероятно 91 доллар за баррель. Смотрите, в чем прикол. В США сейчас бушует лютый ураган. То есть там с добычей нефти полная труба. И тем самым у них помимо ураганов еще и буровая активность падает, и т.д. и т.п. Прочее в этом духе. То бишь сокращается добыча нефти внутри штатов. Это хорошо. На цену будет влиять позитивно в будущем. В чем прикол. Индекс бакс также падает. Скоро будет пробой Ямай 9. По дневному графику и приход на Ямай 9 по недельному графику. В такой ситуации нефть приведет на 91 доллар за баррель же в скором будущем. Внимание. Те, кто находятся в ланге от нашего прогноза здесь, вам сейчас надо ставить стопы и двигать их по меру, потому что... Черт, в микрофон опять упал. То ли ты с утра сегодня поддатый, как Иваныч, то ли ты так устал слушать мои дифирамбы, что уже неустанно тебя клонит в сон. Не знаю, посмотрим. Так вот, возвращаясь к теме нефти, учитывая, что в офичах плечо 1 к 3, те, кто торговал нефть, заработали 15% на этом росте. Плечо. Кредитное плечо. Помните это. В офичах, во фьючерсах, кредитные плечи. 1 к 2, 1 к 3. Везде по-разному. То бишь, теперь задумайтесь о выставлении стоп-ордеров. Стоп-лоссов, то есть. Как говорится, либо забирайте прибыль сейчас, пока она есть. 15% на отскоке текущем. Либо ставьте стопы и двигайте по мере роста. Решать уже напрямую вам. На вашем месте я бы лучше распродался. Говорю как есть. Но помним, что это был лишь локальный отскок от ожидаемых уровней 85 долларов за балль. То, о чем мы еще вот здесь с вами говорили в марте и в мае. Смотрите. К этому уровню еще придем. Это неизбежно. Месячный график. То же самое. К этому уровню еще придем. 1, 2, 3, 4, 5. Пятая волна. Шип данный до уровня 82-83 еще отработаем. Но это будет попозже. Это будет не сейчас. Это будет попозже. Поэтому будет еще, я думаю, возможность нефть прилонговать. Почему бы нет? Но это будет позже. Не сейчас. По природному газу картина следующая. Также по мере ослабления индекса доллара она выходит на Ямай 9. 7,20. Я, честно говоря, газом пока не торгую. Пока я, ну так, активненько акцентируюсь на рынке акций. Благо там возможность тоже есть. Но в чем прикол? Прикол в следующем. Что цель на 7,20. Если у вас лонги по газу есть, держите до этого уровня. Дальше решайте, продавать или нет. Почему так? Потому что здесь мне лишь сказать пока трудно. Будет ли пробой Ямаде либо не будет. Тут на воде вилами писано, как говорится. По недельному графику от Ямапеда отскочили. Цель тоже локально повыше. Я пока остерегаюсь, либо озвучить мысли по газу, потому что до конца сам не понимаю, что здесь ждать. Но Ямай 9 ориентир. А что будет дальше, зависит от индекса доллара. Далее золото, серебро, платина и паллади. Здесь картина следующая. К ожидаемому уровню Ямать 9 по золу 1660. Подошли на откате доллара. Еще раз. Индекс доллара будет исполнять попытки пробоя Ямать 9 по дневке. И по недельному Ямать 9 110 пунктов. То есть в такой ситуации цель золота 1700. Недельный график открываем. Двойное дно имеется. Глубокое двойное дно. Вот. Золото тоже перепронт. То есть среднесрочная цель для меня лично, это примерно 1900-2000. У меня позиция по золоту тоже есть. То есть я жду его выше. Но позиция по золоту, у меня золото в рублях. То есть эквивалент рублевой с валютной переоценкой в рублях. Ну то есть по мере ослабления рубля, золото будет расти в рублях. В том числе еще на факторе роста золота в долларах. То есть тут двойная прибыль. Вот. И соответственно целью меня еще раз напомню. По золоту в рублях. Вот примерно здесь. 4200, 4400, 4800. Вот на эти уровни. Поэтому по мере девальвации доллара, по мере роста золота в долларах, там цели тоже будут выше. В среднесрочной жду золота повыше. На факторе отката индекса доллара локально. Пока на Ямадевятый. Скоро будем ее пробивать, выходить вверх. Опять же все в корреляции с индексом доллара. По серебру картина аналогичная. Цели также выше. 19.50, 20.20 и 21.50. Это локальные. Среднесрочная цель. Смотрите, месячный график. Ямад 200. Вот проходит на диапазоне 18 долларов. На недельном графике цели также выше. Двойное дно есть. Цель 25 и 28. То есть цели, как говорится, повыше. И тем самым к этим вышестоящим целям приходить все равно рано или поздно будем. Здесь также ждем плавного, медленного, но верного роста. По платине то же самое. Будет скоро пробой Ямадевятый. По палладию, хрен знает, не торгую им. Поэтому востерегаюсь что-либо говорить. Мне как-то на него плевать. У меня просто по золоту в рублях есть. И я ее держу без суеты, без всего прочего. Мои цели выше. Что касается криптовалютного рынка, то здесь картина следующая. В принципе, по недельному графику, по мере отката индекса доллара, ожидаем выход вверх на Ямадевит 20 700 и 21 000 долларов за монетку. Но еще раз напомню, что чем индекс доллара ниже, тем крипта выше. Здесь на самом деле корреляция только такая. То есть корреляция такая же, какая и наблюдается в драко-промметаллах по отношению к индексу доллара. Поэтому цели выше. Среднесрочно ждем биткоин по 40 000. Это неизбежно. В таком формате двойное дно. Вынос, тест, распределение. Это средний срок. Локально же, краткосрочно. Ну вот здесь мы еще поторгуемся. С целью выхода на Ямадь 50, 20, 500, ну и 20 на 1000 в том числе. Тоже такое большое двойное дно вырисовываем. Эфириум то же самое. Цель это пробой. Ямадь 9, цель отработки шипа у 27 сентября. На 1400 долларов за монету. Так что, так что все неплохо. Очень даже неплохо. В общем, итог какой. Я позиции по рынку РФ держу. Ну, те торговые сделки, которые я в начале этого видеоролика озвучил. Во-вторых, как говорится, если вы убежены в обвале российского рынка, вместо того, чтобы на словах базарить, лучше зашортите его. Потом посмотрим, кто окажется прав. Потому что сейчас СМИ готовят постепенно участников рынка к завершению СВО. Я это заметил уже на протяжении последней недели после встречи в Самарканде, Российской Федерации, Китая, Индии, среднеазиатских стран. Там, судя по всем, что было такое, что повлияло на определенное решение, скажем так. Особенно учитывая то, что премьер-министр Индии сказал, что, мол, ну, скажу мягко, финал близок. То есть, не буду его полностью цитировать, но он сказал, что финал близок. Вот. Дальше, да, обдумайте сами, как говорится. Думайте сами. Поэтому поза я держу по рынку РФ. Золото в рублях тоже держу. Валюта будет расти. Драка прометалла будет расти на факторе ослабления индекса доллара. Крипта также будет расти по мере ослабления индекса доллара и прочего в этом духе. В общем, сегодня жду по рынку РФ роста. Фьючерс постепенно боковался вчера и будет боковаться сегодня. Фон, в принципе, на сегодня нейтральный, без негатива, без позитива, нейтральный фон. Поэтому будет поле для, как минимум, локального роста. Но и с другой стороны, еще раз напомню, что слишком уж вероятно, что сегодня будут выкупать шорт-позиции участники рынка. Тем самым они спровоцируют рост рынка в ближайшую две торговые сети. То есть, до завтра. Сегодня 4, завтра пятница. В общем, поторговать тоже сегодня можно будет локальненько. Я лично этим займусь поутру. И, соответственно, позиции публичные и в платном канале нашем я пока также удерживаю. Потому что по ним цели выше, и рынок очень сильно перепродан. Это надо понимать. Любая позитивная новость, она способна рынок люто переоценить в пользу роста. У нас имеются медиаресурсы в каждом описании под каждым видеороликом. В первом пункте наши телеграм-каналы. В пункте А это телеграм-канал про рынок акций. Телеграм-канал в пункте Д это сырьевый рынок. Там публикуются мысли, аналитика, технический анализ по сырьевым рынкам. Пункт С телеграм-канал про облигации. Пункт Б телеграм-канал про банковский сектор и сектор недвижимости. Также у нас имеется в Канта-Группе и Яндекс.Зен. И я рекомендую всем тем, кто еще не подписан на эти медиа-каналы, на них подписаться. Потому что информация, которая выходит там, задержка во время поступает на Ютуб. На Ютубе еще надо видео записать, потом залить. И на это уходит большое количество времени. А на телеграм-каналах, ВКонтакте, Яндекс.Зен все выходит моментально. Мысли, аналитика, теханализ и прочее, что с ним связано. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время грамотная стратегия. Наши главные союзники. Всего вам доброго. До свидания.